Хей, ватсап, ребят! И сегодня мы снимаем офигенно крутой видос, о котором знаете только вы и я. Потому что я придумал идею, а вы прочитали название. Да так нечестно, почему? Ты знаешь, что мы снимаем, и подписчики знают, что мы снимаем, а мы с пацанами вообще ничего не знаем. Да, интриги, конечно, это круто, но, блин, что мы сегодня снимаем? Помните, как мы однажды просидели за злым клоуном в цирке? Да, это было очень жутко. Кто это? Так, может быть, повторим? Ой, я думаю, не стоит. Ну почему это прикольно? В общем, я предлагаю стать клоунами на 24 часа. Только это будет не жутко, а весело. Мы будем хорошими клоунами. Как вам? О, вот это совершенно другое дело! Классно будет! В общем, план действий такой. У нас будет полдня на подготовку, а вечером мы придем и выступим перед нашими подписчиками, и они оценят, кто круче. Ну ладно, хорошо, пацаны, только давайте сами решим, какими клоунами мы хотим стать. Да, давай, прикольная идея. Ну что, погнали? Погнали! Ребят, я долго думал, кем мне стать, и я все-таки решил. Я буду клоуном-аниматором. Это такой человек, который веселит детей на праздниках, делать всякие приколдессы, фокусы и так далее. Поскольку я хочу быть самым крутым из пацанов, мне надо найти самого лучшего аниматора, который поможет мне это сделать. Так, о, вот это с пяти звездочками. Давайте запишемся к нему. Оп-оп-оп-оп. Так, костюм, костюм! Мне нужен срочно костюм! Ну, просто так выбирать это очень скучно, поэтому давайте сделаем это тоже магическим путем. с помощью вот такой вот специальной простыни. Буду переображаться. И раз, и два, и на трись появись! Оба-на! Блин, ну это что-то не то. Похож на какого-то танцора диска. Как-то заговорился. Давайте что-то другое. Раз, два, три! А, нет-нет-нет, это уже слишком. Оба-на! Все-таки магия монтажа самая сильная. Так, костюмчик у меня готов, такой идеальный, черненький, прямо как у фокусников. Все, что осталось, это мне научиться фокусам. Основное и самое сложное. И мне для этого понадобится мой телефон, чтобы найти в интернете как раз-таки фокусников всяких этих. Так, давайте загуглим. Первое. Канал Magic Five нашло. Второе. Реклама. Умею владеть огнем. Мне кажется, это вранье, поэтому сразу скипаем следующее. Великий волшебник, который закончил Хогвартс. Эээ, звучит как-то неубедительно. Ну, о, у него еще что-то написано. Он может показать любой в мире фокус и обучить ему. Так, ну вот это уже как бы интересненько. Ладно, давайте к нему как раз-таки и пойдем. Ну что, Стас, ты придумал, каким клоуном ты хочешь стать? Ну, я знаю, что я точно буду классным клоуном, но не понимаю, в какую сторону делать уклон. Фокусы у меня не получаются. Всякие пузыри и шары я не очень люблю. И вот я не знаю, кем мне можно стать. Надо быть прикольным, шутить и пранковать. О, точно, я так и сделаю. Буду просто таким клоуном пранкером. По типу знаешь, типа, эй, Димас, у тебя что-то здесь, оба. О, прикольно, прикольно. Ну, а ты каким клоуном хочешь стать? Блин, ну я не знаю, их что, много разновидностей? Ну, их целая куча, там злые, добрые, как минимум. Ну, злыми становиться клоунами, я точно думаю, не стоит. Дети их точно боятся. О, Стас, а давай попробуем поработать в паре. Так проще и веселее. Блин, крутая идея, Димас, давай так и сделаем. И чтобы точно вжиться в образ, пошли загримируемся. Погнали. Я пришел в школу аниматоров и надеюсь, что меня тут научат разным прикольным фишкам. Ау, здесь кто-нибудь есть? Блин, прикольное здесь место, на самом деле. Сразу видно, что здесь проводятся праздники. Люди! Русалочка. Привет, малыш! Здравствуйте. Какими судьбами? Ну, я пришел к вам по работе, хочу, чтобы вы научили меня всяким крутым штукам, там, фокусы, конкурсы, ну, чтобы я стал крутым аниматором. Ну, супер, я тебя, кстати, жду. Но есть только одно правило, самое главное правило у любого аниматора. Никогда не опаздывать и всегда приходить вовремя. Ну, с этим могут быть проблемы. Ты что? Без тебя праздник не начнет, а ты самый главный. И если ты опоздаешь, праздника не будет, поэтому нужно меняться. Ну, хорошо, а с чего начнем? Пойдем подбирать тебе костюм. Погнали. Итак, ребята, я понял то, что изучать самостоятельно фокусы, это очень сложно. Поэтому мне нужно обратиться к профессионалам фокусного дела. Фокусного? Кстати, интересно, есть такое слово вообще или нет? Так, ладно, в общем, я навел справки и нашел самого сильного фокусника в нашем городе. И прямо сейчас я приехал к нему. Вот его, кстати, дверь. Так, а вот и звонок. Стоп. Куда он пропал? Он же только что тут был. Вы сами видели. Может быть, мне показалось? О, опять появился. Волшебство какое-то. Волшебство. Кажется, это знак, что надо зайти. Здра-o-o-o. Здра-o-o-o. Добро пожаловать в самый волшебный фантастический мир. Ой. Вы вроде бы там что-то говорили Так, что там? Прошу прощения, мой юный друг Я тут просто немножко занят А, подождите-ка Это вы мне во Free Fire добавили Парень, я тебя не просто добавил Я тебе сейчас такое волшебство покажу Ничего себе! Никогда бы не подумал, что даже фокусники играют во Free Fire Да я за эту игру готов отдать всех кроликов и все цилиндры Вот это крутой иллюзионист попался Раз ты уже здесь, давай я научу тебя своей магии в Free Fire Я только за Хотя, подождите-ка, мы тут ролик снимаем Хотя, когда парни отказывались от совместной игры во Free Fire Сейчас я позвоню Данику Блин, какой же мне надеть? Радужный или... Кто? Что мне звонит? Леха? Поведел связь, давай Здарова, Леха Даня, привет! Как ты смотришь на то, чтобы сыграть со мной одну катку во Free Fire И с этим вот фокусником? Кажется, он нас может новым фишкам научить Нам буквально один-два человека для полного склада нужно Очень хочу, но мне сейчас неудобно Я у аниматора на обучении Мне послышалось? Или ты играешь в Free Fire? Вы тоже играете в эту игру? Ха, конечно Мы можем, кстати, сыграть Обучение подождет Опа! Это посложнее, чем пузыри пускать Мыльные Ну что, сыграли? Ну да Ну тогда пойдем готовиться Ладно, погнали Да, играть это, конечно, классно Но кто для вас будет ролики снимать? Спасибо вам за время, вы крутой И тебе спасибо, парень Кстати, как тебя зовут? Подожди, матч начался Вы где? Куда вы исчезли? Непонятно Магию мне показал только во Free Fire А про обучение я и забыл Зато оказывается, что во Free Fire играют абсолютно все Не только мои друзья Ладно, есть у меня еще один вариант Как стать настоящим клоуно-фокусником Погнали Так, только вот осталось понять Как отсюда выбраться Ладно, попробую по этой горке забраться Я пока еще не придумал, какое лицо я буду рисовать Но я думаю, что стоит начать с белого цвета О, Стас, придумал Я просто накрашу лицо белым и стану мимом У меня там даже костюм какой-то похожий был Я пойду его заберу Ну давай, блин, а кто такие мимы? Почему все думают, что клоун Это такой веселенький, добренький дяденька Который делает всем праздник? Сегодня детишки узнают То, что настоящий клоун должен не смешить всех А смеяться сам И первым об этом узнает Дима Так, какой он там говорил Цвет будет красить Белый? Давайте белый Ой-ой-ой-ой Стас, смотри Как? Похож на мимо? Да, это то, что надо Но сначала тебе, Дима, надо сделать лицо Нет, Стас, сначала надо переодеться Чтобы не вымазать костюм А потом уже загримироваться Ну или так, давай сделаем Дима, что ты делаешь? Ну что, похож на мимо? Ну похож, но если бы у тебя было еще лицо накрашено Было бы идея Точно, поэтому я сейчас как загримируюсь Дима, что случилось? Дима Ты что? Дима! Ты, ты заигрался Ты слишком сильно показываешь чахоту Все Так, а где мой нос? А, ты хочешь нос? Держи Нос нужно заслужить Для начала надо хорошо поработать Что нужно сделать? Начнем с самого простого Все дети любят подарки И поэтому мы научимся делать для них подарки из воздушных шаров О, клево, пойдемте Ну что ж, дружище Всегда крутится от узелка в конец шарика В основном мы оставляем какой-нибудь хвостик В зависимости, сколько нужно сделать скрутов Но мы же не можем просто брать и крутить Мы должны это делать как-то волшебно Я понял, как вы это делаете Смотрите Почти получилось Прикиньте, я только что познакомился в интернете с фокусником, у которого есть своя собственная школа магии. И прямо сейчас у меня будет мой первый урок. Мне сказали подготовить специальный реквизит. Ну как специально? Это обычные трубочки, бутылки, ножи, монетки, которые мне помогут делать какие-то классные фокусы. В общем, ладно, давайте не будем тянуть, мне уже вообще не терпится начать. Давайте с ним созвонимся. Надеюсь, это не какой-то шарлатан и меня реально чему-то научат. Здравствуйте, мне сказали, что вы делаете крутые фокусы. Ничего себе! А как она летает? Ну давайте научите меня тоже всякому, потому что я все подготовил. Что вы просили? Тут скотч, все такое. Как это работает? Обычный лист лучше картона. И склеить скотчем. Скотчем. Вот здесь полочеку, и вот здесь полочеку. Ага. Так. И здесь. Так, ну я трубку сделал. Теперь нужно сделать такую же трубку, но... Которая будет внутри. Надо бы ее сделать... Сморачиваясь непрямо, вот так. Угу. Это был труб для семи. С одной стороны меньше, с другой стороны больше. Теперь этого внутрь засовываем, да? Теперь нужно ставить вновь, да. Эта часть меньше и в силе. Ага. С этой стороны кажется, что это пустой туриз. На самом деле здесь еще остается куча пространства, куда можно спрятаться суши. Прикольно. В идеале взять какие-нибудь ММДМС или конфеты и закинуть внутрь. Вот. И сверху положить пару салфеток, как будто хотим чихнуть. А, апчи, и достаем отсюда салфетку, как будто бы вытираем нос. Так, за несколько раз. Апчи, апчи. Среди уже удивляются, откуда у нас салфетки. Потом мы говорим, ну смотрите, у нас пустой дуба, сделаем челчок, и появляется конфетка. И высыпаем конфеты. Опа-на, я хочу это попробовать, секунду. Засыпаем. Так, ребят, смотрите, первый фокус. Вроде бы пустой такой кулечек, труба подзорная, но нет, она не пустая, потому что тут есть секретный кармашек. Прикольно, да? Мне кажется, реально с этим фокусом можно разогнаться максимально круто. Ну, вы уже знаете, как это делается, потому что вы вместе со мной смотрели. А тот, кто не знает, вообще офигеет, мне кажется. Еще ты должен всех удивлять, настоящий клоун, это шоумен. Поэтому сейчас мы с тобой будем учиться делать шоу мыльных пузырей. Офигеть, какой здоровый. Ну что, дружище, самое главное научиться отрывать пузырь от ракетки. Смотри, раз, и соединил. Если у тебя получится, все, ты уже будешь почти профессионал. Давайте попробуем. Давай. Но если пузыри лопаются, и ты видишь, что шоу, кажется, накрывается медным тазом, то беспроигрышный вариант взять ракетку, где много маленьких вот таких есть кружочков, и делать салют, салют, как весело, как весело. И успех гарантирован. Я понял. Мне даже самому весело. Здравствуйте, детишки. Я дедушка Мороз. Так, давайте-ка я сейчас попробую. Вот это да. Я даже сам удивляюсь, как у него это так получается. Дальше берем монету. У меня монеты нету, буду брать с какой пластикой. Окей, у меня есть. Кройный скотч. Двухсторонний скотч? Все, дальше встаем. Встаем. Сейчас забывается. И кладем монету на пузырь. Оба. Сейчас я сломлю кочку. Дела на такое движение. На самом деле она остается на клееный фокус. И дальше она исчезла. Я тут ловлю, и она исчезла. Так, ребят, смотрите, как этот фокус работает. Показывайте такие, друзья, монетку. Раз, два, три. Так-так-так-так-так-так-так. Опа. Пропала. И звона не было, и никуда она не улетела. А все потому, что она оказалась прямо в этой руке. Короче, можно наловчиться и вообще круто делать. Но вы знаете секрет, вы знаете. Первое правило визуанистов никогда не раскрывать секреты своих фокусов. Поэтому больше, что мы оставим за кулисами. А именно фокус «Магическая рука». Вау, звучит вообще клево. Ну, мне кажется, ребята, я вам не смогу его показать. Но когда я его научусь, я вам сразу же его покажу. Думаю, сейчас мы с ним научимся этому. И там через какое-то время, через часик я вам его покажу. Так что, ребята, извините, я учиться. Все, пока-пока. Наконец-то. Это было даже сложнее химии. У меня вся голова забита этими фокусами. Ну, это было нечто просто. Я вам такое скоро покажу, что вы офигеете. Но сперва пойду к пацанам схожу и посмотрю, как у них дела. С помощью такой магии, знаете, влечу в дверь прямо. Надо к ним так же залететь, типа я телепортировался. Я-то знаю, где они сейчас готовятся. Пойдемте, напугаем их. Стас, ну зачем ты это сделал? Ты же знаешь, что у меня аллергия на перец. Дима, это же всего лишь шутка. Поэтому не обижайся, братан. Ну ладно. Пацаны, привет. О, вы что, решили вместе поработать? А как ты тут оказался, Леха? Ну, это там магия своя есть. Кстати, крутые у вас образы. Вы прямо как с цирка сбежали. Клевого вообще. Глядя на вас, я тут подумал, мне тоже надо сделать какой-нибудь крутой грим, чтобы я стал настоящим фокусником. Слушай, если тебе нужна красная краска, то обращайся ко мне. Прикольно, прям какой-то зловещий клоун. Я бы на твоем месте не брал бы у него красную краску. Да не слушай ты этого немого, лучше присаживайся, красный цвет тебе очень пойдет. Ой, пацаны, ну с такими шутками вы далеко не уйдете. Идите еще репетируйте, а я пока что пойду готовиться к своему выступлению. А у вас нет шансов просто. Пока. Но я не жалею, что приехал к ним и потратил свое время, хотя мог учиться фокусом. Зато я подсмотрел у них одну классную штуку. Это грим, я вообще про него забыл. И теперь идет себе тут такие татуировочки. Я немного на самом деле волнуюсь, потому что это мое первое представление по фокусам. Я только сегодня их научился делать. А я знаю то, что настоящие фокусники этому учатся 10 лет. Это огромное число, но у меня было всего лишь пару часов. Думаю, у меня что-то получится. Главное не опозориться перед пацанами. А то что я им скажу? Я пришел к ним в гримёрку, выпендрился и опозорюсь здесь. Так нельзя делать. Поэтому пойду уже к ним. И, кстати, ребята, поставьте лайк, поддержите нас, потому что это очень сложное видео. Ну что ж, в зависимости от образа должен быть и такой же голос. Если у тебя супергерой, то у тебя должен быть брутальный я готов спасать мир! Или Микки Маус. Посмотрите, кто здесь. Это Микки Маус. Давай. Посмотрите, кто... Да не ниже, а выше. Получилось. Да, надо, чтобы тебя все слышали. Привет! Я не слышу! Так что мы готовы начинать праздник! Ну, в принципе, молодец. Теперь ты готов. Остался последний штрих. Посвящение в аниматоры! А куда мы пришли? Что мне делать? Мне до сих пор закрытыми глаза держать? Ты готов? Да, я готов. Считай до трёх. Раз, два. Да что там такое? Нет! Это пранк такой был? Да нет, это была всего лишь шутка. Ну а теперь, дружище, посвящаю тебя в аниматоры. Загадывай желание. Пустая тарелка? Что мне с ней делать? Зачем она мне? Это не простая тарелка. Это тарелка желаний. Закрой глаза и загадай. Я загадал. Ну что ж, пусть все твои мечты сбываются. Это нос клоуна! Наконец-то! Я так долго к этому шёл. Всё, теперь я полностью готов. Пора применить мои знания. Так, надо подумать, как можно пранкануть как можно больше детей. Стас, Стас, Стас! У меня есть отличная идея, как порадовать всех детишек. Как? Раздать всем шарики! Раздать шарики? Отличная идея! Погнали быстрее! Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты видел, ты видел? Стас, что ты натворил? Ну, девочка бедная плачет. Ну, это же весело. Я только для того, чтобы посмеяться и попранковать. Стас, мы не должны быть злыми клоунами и пранковать кого-то. Мы должны дарить добро. Ладно, давай сюда свои шарики. Иди, исправляйся. Стой, погоди, погоди, прости. Бери, бери. Все, мне стало скучно. Пора идти на наше самое главное сегодняшнее дело. Вау, Даня, ты такой яркий, прямо как цвет радуги. Клево выглядишь. Да, меня зовут же Боб. Ты подготовился, что-нибудь научился? Я всему так подготовился, что вы офигеете. А вы, пацаны, что-нибудь научились, кроме ваших подушек-пердушек? Ясно, мне кажется, у них вообще нет шансов. Они какие-то вообще странные. Я такой крутой подготовил номер, от которого все будут просто в восторге. Димас вообще все время молчит, не понимаю. Да, я могу и не молчать, могу и говорить. Понятно. Да, лучше помолчить. Ну, прикольно, он тебя прикид, но думаю, этого будет мало. Надо какие-то приколюхи делать. Вот у меня куча всяких фокусов. Я в интернете всему научился. Ютуб, кстати, сила. Зато я сегодня делал такие крутые пранки, а Дима постоянно говорит, что Стас, Стас, это плохо, 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 плохо. Это круто и смешно. Это не пранки, ты издеваешься. То есть вы считаете нормальным. Он дает шарик девочке и отпускает, и не дает, и он улетает. Кстати, пацаны, хотите покажу крутой фокус? Давай. А вот фиг вам, потому что все увидите на номере моем, поняли, да? Ладно, ладно. А что, пойдем тогда на номер? Да, потому что, смотрю, наши зрители уже собираются, и пора бы их немного порадовать. Удивит, так сказать. Даня, ты черт первый. Погнали. Ну что, пацаны, вы готовы увидеть этот самый лучший аниматор? Да, покажи, что ты умеешь, что у тебя фокусы там. Привет, ребятки. Вы готовы увидеть мое шоу? Да. Ну, если вы готовы, то дайте мне все пять, покричите шумка, дайте, ребятушки. Смотрите, что я сейчас могу достать, ребят? Я достаю с правого кармана насос. Так, и берем кучу-кучу шариков, но нам понадобится только один. Кто хочет какую-нибудь фигурку себе? Надуваем. И у нас получается вот такой вот шарик. Крутой, да? Правда? Из этого шарика сейчас произойдет магия. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И у нас получается вот такой вот меч джедая. Так, кто хотел шарик? Кто словит, тот чемпион. Да давайте сделаем крутой флешмоб. Давайте сейчас все встаем, 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 встаем. Давайте сначала сделаем то, что мы тигры все. Рырырыры. Теперь мы птички! Тип-тип-тип! О-о-о! Птички, птички, птички! Вороны, вороны! Попугай! Как карат, как карат! Вот это вы молодцы, ребята! И давайте встретим с огромными аплодисментами здесь, прямо сейчас, лучший волшебник-фокусник этих времен, АЛЕТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Ну а сейчас вы станете свидетелями настоящего волшебства! Ну что, мой помощник, Дмитрий, покажем им фокусы? Чисто пустой пакет, смотрите Спасибо, помощник, спасибо Как вы могли заметить, тут есть у нас красная перчатка Красная перчатка, синяя перчатка Опа-на Опа Стоп, 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 стоп У меня еще одна синяя перчатка И с этим надо что-то делать Что там? Так, оп Теперь нормально Смотрите, пакет пустой Видите, пустой Хобана Так, 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 так Хобана Так, что-то я перемудрил Но ничего страшного Ассистент, заберите мой пакет А следующий фокус называется джентльмен Смотрите, у меня есть вот такая вот штука Пустая, ничего здесь нет, отражает Привет У меня есть специальные такие платочки Ассистент, только не высмаркивайтесь Мне он еще понадобится Закрываем отверстия Можно еще раз посмотреть Мы вас видим И сейчас Раз, два, три Опа Да-да-да Держи, это тебе Дима, нам надо еще один цветочек заспавнить Для этого нам надо что сделать? Да, подуй Тяни, 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 тяни Оп, тянется, Дима, тянется Оооо, получилось Это тебе Вау, как он это сделал Давай снимем 24 часа стали фокусниками Ребята, ставьте лайки, если вы хотите увидеть 24 часа стали фокусниками Да, это реально крутая идея, потому что у меня очень много своих фокусов Пацаны, это еще не все Хобана, длинный платок Оооо, это же я, это же я Это ты, Даня, да, это твое отражение На этом все, дамы и господа А следующий выступает мой ассистент Поприветствуем его Ооо, это мемаз Дмитрий Мемаз, покажи, что ты умеешь Ну на, держи Что-то придумал, кажется Опа-па Супер, класс, классно, классно Ну а сейчас мы устроим настоящее развлечение Хотите со мной поиграть, ребята? Нет Ну подождите, будет классно Заходите, ребята Сейчас мы с вами повеселимся Ну что, кто сумеет разбить этого единорожка? Ты хочешь? Давай, держи Так, все готово И сейчас ты должен будешь попасть по пиньяти Давай, тебя раскрутим И... пошел! Эй, не нравится, не нравится Да что вам не нравится? Весело же! Дай сюда! Да Стас, нельзя быть таким, ты что? Да почему? Это же классно, это же пранк Да я сколько раз тебе говорю, что не надо так делать Надо быть хорошими, добрыми клоунами Поэтому и не нравится всем, что ты делаешь Да им нравится, они обманывают Они меня тоже пранкуют Нет, Стас, ты понимаешь Если ты будешь все время делать злые дела Они к тебе вернутся Блин, Дима, ты прав Я что-то слишком сильно въелся в этот образ злого клоуна О, все Так, ребята, все простите Сейчас проведем классный конкурс Кто хочет разбить пиньяту с конфетами И забрать их себе Или стойте, стойте Не нужно разбивать пиньяту Я сам ее разобью и угощу вас всех конфетами Так, все, давайте разобьем пиньяту И последний удар Налетай! Ой, что-то даже, кстати, клоунами быть сложно У меня даже там живот прихватил в середине номер от волнения Ух, а мне было легко Я показал свое офигенное шоу и мне понравилось Вот фокусами надо больше практиковаться Потому что у меня все почти не получилось Тут какие-то корявые были Я хотел вообще сделать магию огня Но я как-то разволновался и не сделал Я тоже хотел огонь, но ничего-то не портануло А я сегодня понял, что плохим клоуном быть, ну, не круто А круто быть добрым и хорошим Кстати, ребята, если вам понравилось это видео То обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ну а с вами мы уже увидимся в следующем ролике Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok